всем привет как всегда спасибо вам за то что смотрите эти ролики спасибо за то что пишите комментарии в комментариях очень много интересного я нахожу для себя а вы наверное для себя потому что там начинаются споры начинаются оскорбление начинается словословие начинается благодарности в общем и гневные ругательства это очень интересно очень здорово ну и очень много информации я получаю читая комментарии потому что никто из нас не знает все даже я как это неудивительно меня там в комментариях уже просили не смеяться не хихикать но мое дело хочу хихикую вот так вот очень много разговоров про то что такое классический рок а точнее все знают что такое классический рок никто не спрашивает все упорно продолжают считать там 70-е отрезок 70-х временем классического рока что такое классический рок я понятия не имею скажу я вам потому что для меня и white stripes это классический рок и queen's of the stone edge это классический рок и full fighters это классический рок и даже фрэнк заппа это немножко классический рок это все классический рок но тем не менее я в принципе понимаю что имеется ввиду период 70-х способы аранжировки до звук которые обусловлен той техникой которая была в 70-е годы и даже способом написания песен 70-е писали песни немножко не так как ну тоже что значит 70-е семидесятом году уже другие начали хорошие группа работать типа секс пистолсы и других телевизион но классический рок понятно это вот это это много громко красиво очень красиво обязательно чтобы было красиво вот странно рок должен быть красивым почему-то хотя рук по определению эта музыка жесткая грубая раздражающая царапающая рок 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 скала да можно так перевести хотя значение немножко другое рок-н-ролла но тем не менее эта музыка должна теребить и будоражить и раздражать на них красиво слушать какой-нибудь какой-нибудь там я не знаю electric light orchestra рок ё-моё ну какой это рок ребята нет ну я заболтался о классическом уроке вот эта пластинка группа genesis просили меня много раз говорить о группе genesis говорю да группа genesis seconds out 1977 год двойной альбом концертный с кучей фотографий очень красивых замечательной фотографии вот он билла бруфорда который здесь барабанит на барабанах честер томпсон здесь барабанит на барабанах ну и фил коллинз конечно барабанит на барабанах и я предвижу опять споры что лучше какой период genesis лучше с габриэлом или с коллинзом в качестве вокалиста мне скажу сразу больше нравится с коллинзом когда я был маленький я очень любил с габриэлом когда я стал постарше стал любить с коллинзом это не старость это не тупость это не деменция пока что еще это просто наверное уже от наслушанности от опыта от погружения в музыку от понимания что как где играется более или менее там в силу моих убогих способностей ну как-то глубже стал копать что естественно в музыке и с коллинзом конечно мне эта музыка больше нравится но я ничего не хочу сказать там все хорошо с габриэлом да там о классик рок но вот что до классик рока я опять так сказать замкнул вот эта пластинка на мой взгляд является условно последним альбомом того самого классического рока семидесятых последний мощный альбом наш много потом все все продолжали все же продолжали играть в одну ду-ду-ду и до сих пор играют многие вот это вот то что начали там все месяц там третьем так и буду ду-ду-ду-ду-ду так продолжает а из больших альбомов это наверно последний такой грандиозный потому что ну тут мама дорогая как здесь все сыграны насколько громко насколько красиво опять таки что немаловажно для любителей классического рока да и насколько это hard как ни странно ну если взять песню фирта фифт первую на второй стороне по мощи по звуковому давлению по громкости по навалу это превосходит на мой взгляд все абсолютно группы играющие hard rock которые когда-либо играли и сейчас играют и тогда играли тяжелый рок странно до дженесис вроде музыка то не 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 так выстроена как вот это жужу жужу да ну дженосис понять я не буду объяснять что это такое да ну по вот этому вот hard по тяжести это убирает всех абсолютно и ладзеппелин и дипеппел и кого угодно и black sarah вот кого угодно кого не возьми потому что фирта фифт фифт финал такой что прижимает к стене в буквальном смысле надо слушать громко и это да два барабанщика фил коллинз и честер томпсон здесь играют иногда в унисон очень сложные партии иногда они расходятся но все прописано на ноты все все так сказать все в дженесис там не пах не похулиганишь не поимпровизируешь там каждый звук написан расписан расчерчен все все очень круто и на мой взгляд это лучшее исполнение этой песни которая записана на альбоме соленым by the pound да с питером габриэлом и коллинз здесь сделал лучше и кстати питер габриэл говорил о филе коллинзе свое время что этот парень поет так же как я только лучше я абсолютно соглашусь с питером габриэлом сольная альбома которого я люблю очень не все правда но коллинз конечно поинтереснее помощнее и попрофессиональнее не поесть этого слова поет но в силу того что он во-первых учился этому делу в отличие от габриэл который учился в престижной школе вместе с господами из группы дженесис коллинз был попроще но в том учебном заведении где он учился была театральная студия потом он пошел дальше по этой стезе и играл в мюзиклах собственно играл как актер и пел и голос ему поставили петь его научили и поет он конечно очень очень хорошо очень хорошо свободней гораздо как как сказать более цельно у него выстраивается выстраивается фраза при пении в отличие от такого скачкообразного пения габриэла когда у него вокальная линия вся из кусочков собирается такая не в записи я имею ввиду он так поет он так как то очень так как 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 пила у него такая вот идет а коллинз поет как поет как слоей просто ух и удивительным образом здесь все песни абсолютно даже песни написанные вперед габриэл на собственной фирт о фифт та самая они звучат абсолютно по-другому все также все ноты те же но все и за счет голоса коллинза и за счет того что он конечно прикладывал руку и к аранжировки и к балансу инструментов и к тембрам мы все вся группа конечно это обсуждала все это делалось вместе но благодаря вот этому новому дыханию все выстроилась и все стало опять таки я повторюсь более цельным песни стали звучать более цельные стали похожи на песни в отличие от скажем того что было на альбоме фокстрот вот если взять там запрос рейде здесь на всю сторону так же как и на альбоме фокстрот да не только голос габриэла такой дискретный а вся музыка дженесис габриэловского периода она вся состоит из кусочков из кубиков которые идут один за другим вот так вот выстроены и не то что части песен а практически каждый такт или два такта они все вот так вот как-то они все очень не раздерганы а собраны но не склеены вот у меня такое ощущение было всегда с после начиная с самого первого прослушивания группы дженесис габриэловского периода когда еще в школе учился музыка дженесис тех времен не похоже на обычную рок-музыку она не а то что она красиво сложно там все это там элементы классики кусочки джаза там все вот это нет так играли многие а у них как-то нет единого единого полотна единой такой вот линии у них все все вот так вот из из сегментов с коллинзом эта штука исчезла абсолютно и даже первый альбом который был записан после ухода габриэла trick of the tail он вроде и тембры те же вроде все такое же но звучит все по-другому из и структуру музыки и песни те же остались практически по построению такие же сложные такие же муна из нескольких частей но звучит все в хорошем смысле этого слова ровно не в смысле что попсово и доходчиво а ну как-то у нас вот эта пила исчезла она стала ровной и песни стали похожи на песни я извиняюсь и вот здесь саппорт среди вот это длиннющее произведение из из 30 кусков музыкальных сложенная она стала похожа на единую песню которая начала до конца слушается не одна часть за другой как перелистываешь страницы до прочитал одну страницу перелистнул читаешь вторую страницу потом дальше а здесь ничего не перелистываешь здесь сразу все поглощаешь целиком всю эту песню саппорт среди очень здорово пластинка фантастическая громко я уже сказал фирта фифт это просто это великолепнейшее исполнение просто великолепнейшее такого я не слышал и это конечно закрывашка всего классического рока подведение итогов всех всех наработок за все 70-е годы всех групп все что было сыграно в рок музыки всеми группами здесь все это сублимировано не побоюсь этого слова и 1 глава закрыта после этого уже в таком стиле работать дальше как даже и нелепо ну все остальное что скванг прекрасно начинает открывается концерт хотя здесь записи с четырех концертов три концерта в париже в семьдесят седьмом году во время тура после записи альбома винтед водорим и одна песня синема шоу записана год назад было в семи шестом году в туре посвященном соответственно альбому trick of detail и в синема шоу барабанит билл бруфорд что слышно сразу с абсолютно другая манера игры на барабанах хотя партии все прописано все синема шоу мы слушаем мы эту песню знаем по альбому соленый год но слышно да что другой барабанчик совсем что нормально что естественно и после синема шоу дэнсон и волкана и лос эндос без перерыва идущие то есть синема шоу с одного концерта потом раз приклеены две вот эти песни которые идут без перерыва кстати в синема шоу очень хорошим коротенькое соло бруфорда на барабанах а дэнсон вот он волкана и лос эндос там прекрасное соло которые играют вдвоем фил коллинз и честер томпсон ну там просто вынос мозга всех барабанщиков там такой такой пир духа барабанов две ударных установки так они это все делают сольную партию играет чего нет фирта фифт где они играют просто в музыкальной палитре общей все там без солирующих кусков а здесь они оторвались по полной схеме the carpet crown на второй стороне также мощно гораздо мощнее чем на студийном альбоме робро и салт салт and battery и of the glow of the glow еще один такой пушечный удар как и фирта фифт of the glow по своей мощи опять-таки это мы слышим там все что было сыграно в тяжелом роке и в легком уроке за все 70-е годы если все это собрать веником совок то вот то что будет в совке это будет автоглуб это настолько мощный настолько красиво большой сюрприз еще the lamp lies down on broadway с финалом the musical box приклеенном к lamp lies down on broadway который поет естественно фил коллинз и звучит она намного интереснее чем на студийном альбоме с участием питера габриэла уж простите меня любители питера габриэла я сам любитель габриэла но сольных альбомов вот и здесь это она песня настолько легкая настолько она легкая как она нелегкая но она летит она летит в отличие от студийной версии the lamp lies down on broadway она летящая и она она превращена в рок-песню настоящую рок-песню единство что мне не нравится это финал the musical box который мне не нравился никогда вот это ту 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 такой оля какой-то оперный театр но но только а только что оля другое дело что фил коллинз все это делает со своим юмором немножко немножко разбавляет этот дутый пафос невероятный который там был в musical box все-таки он делает эту штуку человечнее как и все остальное на этом альбоме последний альбом с участием стила хэккета который во время микширования этой пластинки ушел из группы и здесь уже даже на концертах он уже был в стадии ухода но тем не менее это последний альбом состава с активом хэкетом в общем я считаю что это замечательно несмотря то что концертный что с нескольких концертов это абсолютно самодостаточная пластинка которую конечно любой любитель genesis я уверен что обожает и слушает каждый день с утра до вечера чем я и займусь сейчас пойду для начала пить пока